Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем изучение книги «Эсфирь». Точно неизвестно, кто написал эту книгу. Вполне возможно, что это был Мардахей. И подтверждение этому можно найти в двадцать девятом стихе девятой главы книги «Эсфирь». Ключевой стих этой книги — четырнадцатый стих четвертой главы. Там сказано «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. А ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Книга «Эсфирь» в каком-то смысле самая оригинальная книга во всей Библии, потому что в ней совсем не упоминается имя Бога. Нет даже ни одного божественного титула или хотя бы местоимения, обозначающего Бога. А вместе с тем языческий царь упоминается в ней сто девяносто два раза. В этой книге нет никаких молитв, обращений к Богу. Книга «Эсфирь» ни разу не упоминается в Новом Завете. Так о чем же говорится в этой книге? О языческих суевериях, о счастливых днях. В ней рассказывается об интригах при дворе великого языческого монарха, который правил тогда миром. Перед нами поистине необычная книга. Есть еще одна причина, по которой эту книгу можно считать необычной. Она названа именем женщины. Вообще в Библии есть две книги, которые получили название от имени женщины. Это книги «Руфь» и «Эсфирь». Кто-то относит сюда и послание Иоанна, адресованное избранной госпоже. Однако я с этим в корне не согласен. Так что не будем об этом даже говорить. А что касается книг «Руфь» и «Эсфирь», то я написал исследование об обеих книгах. «Руфь» — романтическая история искупления, а «Эсфирь» — романтическая история проведения. Искупление — это романтическая история наших отношений с Богом, история любви. Мы любим Бога, потому что Он прежде возлюбил нас и принес Себя в жертву вместо нас. А книга «Эсфирь» — это романтическая история проведения Божьего. Бог ведет и направляет своим проведением нашу материальную вселенную, да и вообще все свое творение. Вернемся ненадолго к книге «Второзаконие». Прежде чем ввести израильтян в землю обетованную, Бог немного рассказал им о грядущих событиях. Он рассказал о Вавилонском плене, рассказал о том, что римские войска разрушат Иерусалим, а народ Божий попадет в плен. Так и произошло. Но в 18 стихе 31 главы книги «Второзаконие» Бог говорит «И я сокрою лицо Мое от Него в тот день за все беззакония Его, которые Он сделает, обратившись к иным богам». В книге «Эсфирь» Бог прячет свое лицо от народа. Но мы можем сказать и по-другому. Бог стоит в тени и наблюдает за ними, а книга «Эсфирь» повествует о людях, которые пренебрегли волей Божьей. Когда царь Кир после семидесяти лет вавилонского плена издал указ о том, что народ Израиля может вернуться в свою землю, вернуться решили не все. Вернулись меньше шестидесяти тысяч человек, о чем можно прочитать в книгах Ездры, Неемии и в других пророческих книгах Агея и Захарии. Сегодня, кстати, народ Израиля находится в сходном положении. Около двух миллионов евреев вернулись в свою землю. И около шестнадцати миллионов остаются рассеянными по всему миру. Таким образом, большинство израильсян находятся сейчас вне своей земли. Эта параллель отчетливо иллюстрирует то, что происходило много лет назад. Несколько миллионов израильтян не захотели возвращаться в свою землю после повеления Кира. А ведь Бог приказал им вернуться. Таким образом, они не выполнили волю Бога. Что же произошло с теми, кто не вернулся в землю обетованную? Остались ли какие-либо упоминания о тех, которые не вернулись в землю обетованную и которых было большинство? Да, остались, и эти упоминания мы обнаруживаем в книге «Эсфирь». Здесь мы прочитаем важную страницу из их истории и увидим несколько эпизодов из того, что им пришлось пережить. Поэтому такая короткая книга «Эсфирь» имеет очень большое значение. В ней Бог открывается нам с новой стороны. Люди отказались выполнять волю Божию, однако Он по-прежнему ведет их по жизни. Как? Своим провидением. Так что же такое провидение? Все крупнейшие учения и доктрины нашего времени излагаются в определенных книгах Ветхого Завета. В книге «Исход» излагается учение об искуплении. В книге «Руфь» — та часть учения об искуплении, которая посвящена любви. В книге «Иова» рассказано о покаянии. В книге пророка Ионы о воскресении. В книге же «Эсфирь» говорится о провидении. Жившие в изгнании люди не повиновались заповедям Бога. Они отказались возвращаться в свою землю. Они забыли Бога и далеко ушли от Него. Они перестали взывать к Нему во времена несчастья. Когда-то давно, только-только попав в плен в чужую страну, они спрашивали, «Как же мы будем петь песнь Господу в этой чужой земле?» Они не могли петь. Они сели и зарыдали, вспомнив Сион. А теперь они забыли о Сионе. Сион теперь разрушен до основания, а они не хотят туда возвращаться. Сначала они дали обет, сказав, «Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя». А теперь начисто забыли о Сионе, и язык их перестал славить Бога, и молиться Ему. Книга «Исфирь» — поистине замечательная книга, так как она рассказывает о действиях Бога в этих тяжелых условиях. Народ Божий забыл Бога, но Бог никого не забыл. Как же Он направляет людей, если они отвергли Его? Своим провидением. Именно об этом провидении и говорится в книге «Исфирь». Что такое провидение? Начнем с богословского определения этого термина. Провидение — это средство, с помощью которого Бог направляет все сущее, живое и неживое, видимое и невидимое, доброе и злое, к достойной цели, в результате чего Его воля торжествует. Как сказано в одном из псалмов, царство Его всем обладает. В одиннадцатом стихе первой главы послания к Ефесинам апостол Павел говорит, что Бог совершает все по изволению воли Своей. Сегодня наш Бог управляет вселенной, хотя некоторые считают, что мир вышел из-под его контроля. Эмерсон ошибался, когда утверждал, что обстоятельства правят человеком. Действительно, человек попадает во власть обстоятельств. Однако, правит всем Бог. Чтобы понять, как мудро Бог поступает по отношению к материальной вселенной, и особенно к человеку, мы должны держать в памяти три слова. Первое слово — творение. Под творением мы понимаем, что Бог создал вселенную своим словом. У вас есть лучшее объяснение? Если да, то я хотел бы его услышать. Честно говоря, меня раздражают некоторые учителя колледжей, которые, не будучи специалистами в области биологии или геологии, претендуют на то, что все понимают в эволюции человека. Скажите, а откуда взялось то, из чего возникла земля и человек? Когда и как появилась земля? Она что, появилась из ничего? Только не отвечайте мне, что земля существовала всегда, потому что в таком случае вы признаете бесконечность и вечность вселенной. А если вселенная бесконечна и вечно, значит, должен быть кто-то бесконечный, кто должен ей управлять. Мы оказываемся на распутье. Существует два объяснения существования вселенной. Первое. Это самые разнообразные домыслы и спекуляции. К ним я причисляю и теорию эволюции, до которой люди выдвигали немало других подобных теорий, и все они потерпели крах. Второе объяснение. Существование вселенной находится в откровении Божьем. Если мы с вами христиане, то мы можем понять, как появилась эта вселенная только с помощью веры. И только откровением Слова Божия мы можем понять, что Бог создал вселенную. Вера – от слышания, а слышание – от Слова Божия. Либо вы верите в сотворение мира, либо вы верите в человеческие домыслы. Третьего объяснения происхождения вселенной – нет. Второе слово, о котором мы должны помнить, говоря о промысле Божьем, это «сохранение». Чудесное слово. Именно Бог хранит вселенную. В третьем стихе первой главы послания к евреям сказано, что Бог держит все словом силы своей. В семнадцатом стихе первой главы послания к Колосиным говорится, «И он есть прежде всего, и все им стоит». Что же не позволяет вселенной развалиться? Что позволяет ей существовать? Что заставляет звезды и планеты перемещаться в пространстве, как по расписанию? Так что человек может посылать ракеты на Луну, заранее определив, где она будет находиться. Люди считают чудом эти достижения человеческого разума. А я считаю чудом то, что у нас есть такая вселенная, которая работает как часы. Кто управляет ею? Господь Иисус Христос, который держит все словом силы своей. И, наконец, третье слово — проведение. Именно о проведении мы будем говорить сегодня, рассматривая книгу «Исфирь». Проведением Бог направляет вселенную, устремляет ее в будущее, заботится обо всем происходящем. Вспомните, что сказал Авраам на вершине горы Мориа, куда он пришел со своим сыном для жертвоприношения. У них было все, кроме самой жертвы. Вот седьмой и восьмой стихи из двадцать второй главы книги «Бытие». И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова! Где же Агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. Одну тысячу девятьсот лет спустя на том же самом горном хребте, который проходит по Иерусалиму, Бог усмотрел другого Агнца. На Голгофе был распят Господь Иисус Христос. Он был Агнцем Божьим, который принял на себя грехи всего мира. Провидение означает, что рука Бога управляет событиями человеческой истории. В случаях, когда Бог сам не стоит за штурвалом корабля Вселенной, Он управляет с помощью Своих советов. Кто-то сказал, «Бог вращает огромные двери на маленьких петлях». Бог привел в одно место, на берегу Нила, младенца Моисея и дочь фараона, отправившуюся купаться. И таким образом Бог изменил судьбу целого народа. Это и есть провидение. Это и есть рука Божия. В книге Исфирь много иллюстраций провидения Божия. И хотя имя Бога ни разу не упоминается на ее страницах, мы повсюду видим свидетельство Его чудесного провидения. Итак, давайте начнем изучение первой главы книги Исфирь, в которой мы прочитаем о женщине, которая отказалась подчиняться своему мужу. Перед нами глава из истории языческого народа, которая включена в Слово Божие с определенной целью — рассказать о провидении Бога. Глава эта начинается с описания жизни языческого царства и трудностей внутри царской семьи. В этом царстве возникла одна глубоко личная проблема, которая имела международные последствия. Прочитаем первый стих. «И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии и до Эфиопии». Прежде всего, мы должны понять, что Артаксеркс в данном стихе — это не имя человека, а от Ситул. Слово «Артаксеркс» означает «высокий отец» или «досточтимый царь». Подобно тому, как слово «Цезарь» — обозначение царского титула, так и слово «Артаксеркс» — это не имя персидского царя. Существует много мнений о том, кто это был на самом деле. Я считаю, что Артаксеркс из книги «Эсфирь» — это Ксеркс первый или Ксеркс великий, потому что именно он привел свое царство к зениту славы. Ксеркс был тем человеком, который сделал последнюю попытку покорить Запад. В книге, которая была опубликована Британским музеем в 1907 году и которая называется «Скульптура» и надписи Дария Великого «На скале Бехистум» в Персии приводится сведение о том, что Артаксеркс и Эсфирь были родителями Кира, того самого царя, о котором мы читаем в 28 стихе 44 главы и в 1 стихе 45 главы книги пророка Исаии. Ксеркс правил царством, точнее даже великой империей, которая простирала от Индии до Эфиопии. Именно здесь находились самые плодородные земли мира. Прочитаем 2 и 3 стихи. В то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих. Очевидно, что пир, о котором здесь идет речь, был тем самым пиром, на котором Ксеркс собрал все свое царство, чтобы убедить народ выступить против Греции. Все меркло по сравнению с этим пиром. Каждая из 127 провинций царства прислала делегацию, и на пире оказалось более тысячи гостей. Пир обошелся казне в миллионы долларов, являлся знаменательным событием в истории всего мира. Прочитаем четвертый стих. Показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, ста восьмидесяти дней. Ксеркс принимал у себя гостей сто восемьдесят дней. Целых шесть месяцев он бесплатно подчевал персидскую знать в шикарной дворцовой закусочной. Отец Людовика XV, французского, в разговоре с дворецким и с казначеем страны коснулся как-то раз этого пира и с удивлением признался, что ему наскучило бы держать при себе всю эту комарилью целых полгода. А казначей, занимавшийся финансами при дворе Людовика XV и смотревший на данный вопрос со своей колокольни, ответил, что ему непонятно, как вообще можно было профинансировать такое празднество. Этот пир демонстрировал богатство, роскошь и царственный характер восточного двора. Кроме того, Ксеркс созвал вельмож и правителей со всех концов своего царства, чтобы заручиться полной поддержкой военной кампании. В результате которой он собирался захватить Грецию и стать верховным правителем мира. И надо сказать, ему это почти удалось. Вернее, ему бы это точно удалось, если бы бог не решил, что все приготовления Ксеркса закончатся поражением, и что центр имперской власти перейдет с востока на запад. Ксеркс хотел убедить всех своих вельмож и правителей в том, что он сможет оплатить войну, которую задумал. Поэтому он и устроил этот огромный языческий пир, в котором продемонстрировал богатство своего царства. Пир этот был полностью языческим и безбожным. Некоторые следователи пытаются вывести из этого пира духовные уроки. Честно говоря, я тут ни одного не вижу. Бог лишь знакомит нас с языческим двором, где принимаются решения, которые должны повлиять на судьбу мира. Создается впечатление, что бога здесь нет, но бог хочет показать нам, что он владеет ситуацией, и что он все равно достигнет своей цели. Прочитаем пятый стих. По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. И в заключении всего пира, в течение последних семи дней, царь приглашает простой народ, чтобы пировать на садовом дворе своего дома. Прочитаем шестой стих. Белые, бумажные и яхонтово цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Серебро, золото, драгоценности и прекрасные украшения — все это свидетельствует о богатстве царства. Об изобилии Персии до сих пор говорится и в развалинах дворцов. Несколько лет назад в том же самом дворце и та же самая Персия праздновала свой 2500-летний юбилей. Этот праздник обошелся в миллионы долларов. Его много критиковали, потому что народ в этой стране живет бедно, но затраты все равно не шли ни в какое сравнение с пиром, который устроил Ксеркс, желавший добиться поддержки своей военной компании. Он хотел, чтобы все знали, что он может профинансировать свою новую войну. На этом мы остановим свое повествование и в следующей нашей передаче продолжим изучение книги и сфер. А на сегодня все. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok